Друзья, опять возвращаясь к этой наболевшей теме, хотя не хочется об этом говорить, и мне часто друзья мои говорят, «Александр, зачем тебе это надо?» Я говорю, «В общем-то, это мне не надо абсолютно». Но с точки зрения духовной хотелось бы людям сказать, а с этой точки нужно все события абсолютно рассматривать. И корни только в духовности, вернее, в бездуховности. Корни всего происходящего под конец года. Такой сюрприз, который заставляет не умолкать средства массовой информации и всех блогеров. Хлебушка-кусок. Ну, вы уже догадываетесь, я о чём. А той же самой голой этой скандальной вечеринки. И что интересно, ещё более противно становится, когда помещают в Ютьюбе их оправдание. Крокодилы слёзы льёт. Ивлеева, Киркоров, течится званием народного артиста, да наградами. Билан там что-то пытается сказать. Уж алалит, что я не говорю. Уж старая бабка, уж куда? Ну, все мы можем ошибаться. Нельзя. Господь это попускает для каждого. Для каждого из нас. Вот вы только представьте. Человек на каком хорошем счету у публики, у тех, кто его смотрит. Мне вот тоже сегодня прислали. Я раньше не знал, как проходила вечеринка у Малахова Андрея. В шикарнейшей квартире в этом году на Масленицу. Просто ужас. Я уже не буду никакими словами выражаться похабными, чтобы охарактеризовать, что там происходило. Просто ужас. Это вы представьте, как бы забегая не вперёд, а назад, как можно доверять человеку, который переобувается. На экране он один. К нему на программу ходят священники, выступают там. Я вам скажу, грех большой выступать у Малахова священником, чтобы они там не говорили. И я посмотрел, что там творилось на этой вечеринке. Просто ужас. Это возвращаюсь назад, к временам Масленицы этого года уходящего. Как можно доверять человеку, который приглашает таких друзей и считает их друзьями? Мы говорим, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да, абсолютно это точно. Если человек верующий, если он православный, во-первых, он никогда не будет крёстным суррогатных детей. Никогда. Везде тщеславие. Везде верение такое. Язычество. Веры там нет никакой. Только по названию. Крещеный. Православный. Нам ещё нужно каждому православными-то стать. И возвращаюсь к вечеринке этой развратной. Какие бы ни были оправдания. Какие бы ни были бы денежные, да, вот эти вложения миллиард требует у Ивлеевой. Ну, видно, если за 23 миллиона она на заднице, простите, всем показывала бриллиант, а жерелья, наверное, такие деньги, может быть, есть. Наверняка и за границей есть. Многие люди говорят, ой, лучше бы она эти деньги на специальную военную операцию бы дала бы. Её бы загнавили вот тут же. Сергей Михеев говорит в своём выступлении. Тут же бы, если бы они отправили деньги, их бы лишили бы имущества за границей, которую они имеют. Боятся все потерять. Да, всё нечестно нажитое. И покаяние будет. У каждого должно из нас быть покаяние. Покаяние – это изменение человека. Мы все с грехом. Все. У каждого страстей полно. Осуждать мы не имеем права никто. А покаяние оставлено для каждого. Абсолютно. Как вот вы видите покаяние для Киркорова, Ивлеева, Билана, Баскова, всех там, кто там был? Наверное, нужно уже исчезнуть из шоу-бизнеса. Это невозможно. Вы скажете, они на этом деньги зарабатывают. Но это же грязные деньги. А виноваты мы. Собственно, те, кто ходят на их концерты. И правильно они делают, я скажу вам. Верующий человек, если боится ада, если боится наказания Господня за свои прошлые грехи и настоящие, он пойдет на концерты Киркорова, на Лолиту, на Билана? Нет, не пойдет. Они кормят. Мы их, кормильцы, нужно с нас спрашивать. Мы отвечаем больше. Понимаете, в чем дело? Они должны с экранов уйти. Вы только представьте, как они могут уйти с экранов, когда первый канал, Россия, НТВ, только на них и держатся. О чем тогда говорить? Если не о Киркорове, не о Баскове, не о Билане. Вы знаете, это нонсенс. Не будет этого никогда. Мне говорят, что это Александр. Сейчас уже какой-то там ремейк «Ирония судьбы» там какой-то сделали, я не знаю. И Киркорова убирают. И что? Здесь уберут, а в другое место вставят. Сдают билеты там на Лолиту. Ну, знаете, ну не верю я. Это нужно полностью и убраться из шоу-бизнеса, и плакать до смерти всю жизнь. Этого не будет. Мне очень понравилось стихотворение Ольги Загоруйко. Вот. Я вам зачитаю его. Оно, конечно, не очень приятное для уха, но, вы знаете, мне очень понравилось. Не позорьте Россию, Иуды, Не трясите своей ноготой. Вы не дети страны, вы приблуды. Посъезжались в Москву на постой. Вас народ возвеличил, кумиры. Вам напомнить, кем были скоты? Благодарностью всем оплатили. Пляски бесов на фоне войны. Вновь страна на коленях пред Богом. День и ночь молит за сыновей. А в столице, у власти под боком, В длинном платье куражится гей. Лесбиянка в гашишном экстазе. Звездный мальчик ногой, но в носке. Он конечности спутал местами. Не на той оказался ноге. А любительница малолеток В позе, как бы скромнее назвать, Проползла, оголивши при этом Целлюлитный откорменный зад. Оголенный король поп-эстрады, Где он взял кружевное белье? За такой уж соседи на трассе Побежали в ЕС. Шакальё. Сколько мерзости вышло наружу, Наконец-то открыли лицо. Как же дёшево продали душу Горско жалких тупых подлецов. Вы устроили в сердце России Изощрённо гоморреса дом. Всё равно, что плясать на могиле У того, кто погиб за ваш дом. Вас не трогает горе народа, Отделяет от смертных межа. Мы Россия, семья. Мы безродны. Вы безродны. Здесь живёте. А где же душа? Кто вам, мрази, дал право такое Не любить, унижать россиян? Вам в аду не дождаться покоя Ждёт огромный, вместительный чан. Да, резкое стихотворение. Я бы, если бы писал, Конечно, много бы убрал. Но не хочется убирать. Да. Нельзя никого осуждать, Но у каждого есть время на покаяние. И у них. Вот я говорю, Как бы нужно уйти С глаз долой. Зарыться в песок. Этого не сделают. Ещё будет оправдание. Но как этого они не могут понять? Как? И мы, Ждущие огоньков этих голубых, Боже мой, Время молиться. Слёзно молиться. Неужели непонятно? Никакие войны, Никакие скорби, Никакие болезни, Никакие потрясения. Народ не пробьёшь. Молиться. Сейчас вот выступал Протерей Андрей Ткачёв. Поздравлял с наступающим Новым Годом. И говорил, Как бы нужно встречать Новый Год. Да. Только в молитве. С молитвой. Во многих храмах Будут проходить ночные литургии. Вот куда нужно идти. Молиться. Говорят, Как встретишь Новый Год, Так и проведёшь. Да. Правильно. В молитве, Чтобы и начинался день, И кончался день. Правда, Он ещё сказал, Что во время курантов, Боя курантов, Нужно молиться. Я могу, Смей его, Поправить. Не во время Боя курантов, А всё время. Мы всё время должны молиться, Как ток в проводах для работы приборов, Так и мы. Молитва непрестанная, Какая Иисусова, Должна у каждого человека быть, Который рождает покаяние, Покаяние, Внимание. У кого-то, Может быть, Она как Иругань Проходит, Если к ней привыкаешь, А нужно Медленно С покаянием, С ощущением Своей греховности И долго Перед Богом. Вот. А мы Задницы голые Там показываем И бриллианты По 25 миллионов Вешаем. Ну, Куда это годится? И вся страна узнала. Это вот, Знаете, Это было точно Сделано Попустительство такое. Мы же корни-то не знаем. Кто-то хочет Опорочить Вот именно Перед выборами Президента. Что это Не просто так Подопрёка Какая-то была. Нам это Никогда не узнать, Но Господь Попустил. Попустил За наши С вами Грехи. За наше Отступление От Западей Божиих. Если будем Все Сами Каяться Молиться, Не будет Такого Безобразия. А если будем Жить так, Как сейчас, С салютами, С фейерверками, С канонадами, С плясками, С песнями, Со смехотворством, Война Идёт. Вы представляете, Великую Отечественную войну Такое было бы. Да Сталин бы всех Расстрелял. Всех бы подряд. Да не, Это трудно даже было бы Это Представить. Своё обращение Новогоднее Я подготовлю. Вот это уже Я просто хотел По поводу Вот это Больше не буду К этой теме Возвращаться Уже Противно Противно И стыдно Помоги нам Всем, Господи. Да, И им Желаю Всем Этим Участникам Да, Истинного Покаяния Нелицемерного Этих Лицемерных Слёз. Как это? Как? Нужно нам Самим Быть Примером В этом. Редактор субтитров